Привет, друзья! Это не кликбейт, это действительно настоящая полицейская машина, которую мы будем делать. Да, все эти годы, спустя большое количество проектов, такое впечатление, что мы шли именно к этому проекту. Но самое интересное, самое интересное, история этой машины, потому что история этой машины просто сама по себе уже стоит отдельного сериала. И хочется прежде всего сказать еще раз, что эта полицейская машина будет сделана для одного из шериф-департаментов Лос-Анджелес Каунти. Это не какая-то машина, где блогеры вешают мигалки или еще какие-то полицейские опознавательные знаки для того, чтобы показать как бы полицейскую машину или что-то вроде того. И эта мигалка, она настоящая, это ребята из полиции уже нам одолжили специально для этого видео, потому что, возможно, конкретно эта мигалка с этой машиной не останется. Потому что тысяча лошадиных сил, а это именно тысячесильный интерсептор мы собираемся с вами построить. Когда машина разгоняется за 6 секунд, не до 100, а до 200 км в час, такая мигалка может просто не удержаться. Поэтому, скорее всего, полицейские опознавательные знаки у нас будут под стеклом. Но вот эта вещь, вот эта вещь у нас задержится и она будет впереди, она будет закреплена. Для этого мы много чего переделаем здесь и это мы все будем, естественно, показывать. Мы сможем взглянуть на позитивные стороны этой машины, потому что, ну, в общем-то, это прекрасный офис, это прекрасное место, где можно разместить и ноутбук, и все, что понадобится полицейскому для того, чтобы работать ежедневно. И плюс факт в том, что от этой машины уехать не на чем. В современном мире, в современном городе нет такого автомобиля, который способен в такой промежуток времени так быстро разогнаться. Ну, давайте, в общем-то, о машине. Начнем с того, каким образом именно этот автомобиль перекочевал в полицейский департамент. Как появилась идея создать именно на базе Плейда полицейский автомобиль. Конкретно эта машина была подарена полицейским департаменту одного из городов Лос-Анджелеса. Полиция нашла этот автомобиль, когда он был полностью разобран. И вот разобран он стал ровно по той причине, что человек, который им владел, он им владел незаконно. Он купил эту машину на поддельные документы. Пользовался ей, ну как, наверное, он покатался вдоволь, поускорялся до 100, до 200, не знаю. А дальше ему понадобились деньги, и он начал ее разбирать. Ну, в принципе, история не такая странная, если бы не место, в котором он начал ее разбирать. Потому что начал он ее разбирать просто на парковке своего дома. Жил он на многоквартирном доме, и это просто обычный паркинг, публичный паркинг, там, где много других машин, соседей, он не закрывается. И представьте, рядом с вами сосед, который каждый день откручивает какое-то крыло, дверь, еще, потом подымает машину и снимает с нее батарею. Представьте, он просто в домашних условиях, в тапочках, вышел в паркинг и начал снимать с этой машины высоковольтную батарею. Вот это штекер батареи, который был срезан. Вот это тот штекер, который мы меняли. То есть, его часть осталась торчать в машине. И с помощью сабельной пилы человек удалял батарею из машины. Ну, то есть, представить можно умственные способности, чтобы можно было взять сабельную пилу, и попробовать с сабельной пилой и ломиком освободить машину от батареи, от вот этой плиты снизу. Неоднократные обращения соседей, плюс эта машина была в розыске. И когда полиция подъехала, посмотрела ВИН-номер, пробила эту машину по базам данных, оказалось, что эта машина уже разыскивается. Нашли этого товарища, машину отправили в Теслу. Тесла посмотрела на машину, которая была без батареи. Без... Давайте я, в общем, покажу. Итак, что удалось горе-коммерсанту продать? Удалось продать практически всю переднюю часть. То есть, у нас отсутствует бампер, фары, крылья, подкрылки, дальше пороги. Не обращайте внимания на эти точки, это мы делали скан этой поверхности для одного из наших следующих проектов. Вы же не забыли подписаться, потому что вы не увидите, что мы будем строить на базе Model S Plate. Не на конкретно этой базе, эта машина поедет туда, куда должна была ехать. Но на базе автомобиля Plate у нас обязательно будет какой-нибудь другой кузов. Это будет купе. Длиной почти 6 метров. Но вернемся к этому автомобилю. Значит, колеса. Видите, колеса золотого цвета у Плэда никогда не было. И такого рисунка тоже не было. Внимание, знатоки. Что это за колесо? Знатоки знают, что это колесо от Model S. Но знатоки ошиблись, потому что это Model X. Колесо от Model X еще стоит спереди. От Model S сзади. И двери у нас сняты. В средине у нас он помогал некоторые запчасти снимать себе ломиком. Поэтому здесь у нас погнуты петли. На самом деле машина, как я понимаю, в аварию не попадала. Пластик ушел. Я не понимаю, кому он продал этот пластик. Кому он вообще нужен. Может быть его просто потеряли где-то. Консоль, кстати, есть. Вот она стоит. Мы ее сняли. Вот у нас капот. Вот у нас двери, пластики, крылья и так далее. Мы все купили уже на эту машину. Поэтому мы уже без 5 секунд эту машину собрали. И я в последнюю очередь просто оторвал ребят, чтобы снять эту первую серию для вас. Чтобы вы видели, в каком состоянии была машина. В каком состоянии она к нам попала. Чудище это, которое разбирало машину, зачем-то сломало дисплей. И вся трагедия в том, что это стекло не меняется отдельно от дисплея. И стекло это слажное. Кстати, самое интересное, что вот эту часть закрывает дисплей другой. Вот здесь вот стоит. Здесь бы можно было спокойно сделать шов. Но Тесла этого не сделала. И поэтому здесь вот эта вся часть, она меняется целиком. Вместе с дисплеем просто из-за вот этой трещины. Из-за того, что чудище не понимало, как это открутить. Поэтому просто поломало. Монитор, естественно, ушел. Когда срезался монитор, то проводка была тоже благополучно отрезана. Бардачок у нас тоже поломан. Видите, вот здесь вот он его выламывал. Для того, чтобы забрать отсюда флешку. Флешку он забрал, постирал с нее всю память. Мы ее восстановили, естественно. Но мы не нашли там никаких следов. Вот смотрите, здесь пластик поломан тоже. Все это следы того, что человек лез. Дальше компьютер он не тронул. Компьютер остался на месте. Вот, кто не видел. Это самый последний компьютер в Тесла. И что его отличает от любого другого компьютера в любой другой машине. Такого вы не найдете ни в каком другом автомобиле, чтобы компьютер охлаждался тасолом тоже. Вот тасол, он идет через компьютер в том числе. Это один из контрового охлаждения. И если компьютер не будет охлаждаться тасолом, он будет перерывать. То есть в течение 15 минут, может быть 20 минут, в зависимости от того, какая температура у вас на улице, он выключится от перегрева. Три года назад, когда мы первый раз показали наши машины на Симошоу, наша Model 3 стояла на улице. И стояла она как раз рядом с одной из машин, которая была с мигалкой вот такой вот полицейской Model S. Я еще критически отзывался о бампере. Несмотря на мою критику бампера, владелец этой машины бампер поменял. А конкретно эта машина будет условно принадлежать тому же самому владельцу. Преступник, который орудовал с этой машиной, который снимал батарею, он повредил эту батарею, естественно. Он снимал ее ломиком, сабельной пилой. И в результате у нас вначале оказалась батарея. Так, что мы делали по батарейке из полицейской машины? Вот эта часть уже отрихтована. И коннектор. Чудище, то, которое снимало батарею, сломало коннектор. Поэтому это вот эта часть, ответная батарея от Model 3. Она немножко другой формы, но она подойдет по самим штекерам. И все. Отремонтировано и готово влетать в машину. Даже просто не получается поставить назад батарейку, потому что поломаны фиксаторы. То есть здесь должен быть фиксатор, который удерживает этот штекер. И его нету, потому что профессионал, который снимал батарею, он их просто отломал. Примерно такого типа фиксатора должен быть. Мы починили батарею, дальше я узнал, что будет этот проект строиться. И уже пригласил Эндрю вместе с машиной, для того, чтобы эта машина была у нас. Потому что у меня было уже понимание, какой должна быть эта машина. Хотя понимание у ребят из полиции было вообще другое. Дело в том, что очень легко попасть в логическую ловушку. Где кажется, что собрать из раскуроченной машины спортивную будет намного дешевле. Потому что отсутствующие детали это и есть облегчение. И осталось только добавить спортивный руль, спортивные сидения, пару наклеек. И ничего нас не остановит на пути к новым рекордам. Этот миф я чуть позже и с большим удовольствием разобью полностью. С цифрами, конечно. И конечно же эта машина будет участвовать и в шоу, и в программах, и в каких-то статьях вы ее найдете и так далее. Поэтому надо бы конечно что-то больше. Двигаемся на удобный мягкий уголок. Это мягкий уголок из кресел Model Y. И вообще, как вы видите, у нас новый офис, новая локация. Мы может быть с вами пройдемся. Хотя мимолетно, краешком глаза покажу вам Tesla Cabriolet. И больше я вам ничего показывать не буду. В глубину я заходить не буду, потому что мы с вами можем много чего наснимать. Того, что мы в этой серии показывать не должны. Но вы напишите, как вам наша новая локация, новый офис. История в том, что мы уже с вами когда-то проходили историю с корчеванием автомобиля Tesla. Если вы помните наш проект Кибер3. Он изначально строился как электрокорч. И этот урок я выучил. Я выучил урок, что спорт это недешево. И если выбирать восстановить машину, сделать ее в идеале такой, как она была, или сделать спортивную машину и выбирать по бюджету, то восстановить это в раза три примерно дешевле. Потому что если мы идем по спорту, это мы сразу на каждом компоненте вылетаем совсем на другие деньги. Если сейчас взять и восстановить эту машину, я думаю, это выйдет в какие-то осязаемые цифры. А если делать из нее корч, полноценный гоночный болид, я думаю, сюда можно спокойно засунуть 1070. Что в принципе является стоимостью этой машины сейчас на рынке, если вы покупаете бушный автомобиль. Автоматически, одновременно с этим, вы уберете возможность ездить комфортно каждый день. Сидя в кресле и наслаждаться автопилотом, в спортивном автомобиле не получится, потому что минус шумоизоляция, жестче и так далее, и так далее. И все это вам даст какие-то доли секунды. Потому что в оригинале с хорошей шумоизоляцией, с системой шумоподавления, прекрасной музыкой, эта машина едет 2 секунды до 100. Но 2 секунды до 60 миль в час. Не было бы равных этой машине на хайвее, потому что представьте, что едет какой-то условный гиперкар. Можете представить себе любой, какой вам больше нравится, Ferrari, Lamborghini. Уехать от машины, которая за 6 секунд становится рядом с тобой. То есть представьте, вы едете по какой-то проселочной дороге, либо трассе, едете со скоростью 130 миль в час. Или 200 километров в час, так понять 200 километров в час. Сверкается. Вы слышите рев двигателя, который находится за вашей спиной. Вы же едете в суперкаре. Вы поглядываете по сторонам. Притапливаете еще, разгоняетесь еще чуть-чуть быстрее. Потрагиваете коленку той бабушки, которая вам позволила купить эту машину. Ну, либо представьте любой другой вариант, кого вы там будете потрагивать за коленку. Но сильно не отвлекайтесь, потому что вы должны помнить, что в какой-то момент в этой истории должна оказаться Тесла. И Тесла окажется в самый неожиданный момент. Абсолютно тихо. В течение 6 секунд. Вы просто смотрите в зеркало заднего вида, а там уже эта широченная морда с ресничками, с вот этим вот кенгурушником впереди. Черным. И мигалки. И это происходит в абсолютной тишине. Быстро. В течение 6 секунд. Я не знаю, кем надо быть, чтобы не наложить крепко в штаны при ситуации такой. В общем, вот это идеальные ее условия. Ну, и если вдруг у нас гонщик, и он думает, что у меня есть варианты, да, то эта машина, в общем-то, едет до 300 км в час. До 300 км в час. Мне очень интересно будет прокатиться на полицейской машине. И самое интересное, сделать это абсолютно легально, потому что кто-то же должен будет протестировать эту машину, перед тем, как она попадет в реальные условия эксплуатации полицейским департаментом. Ну, а вам я желаю почаще встречать что-то такое же интересное и вдохновляться прекрасными новыми идеями. Все, увидимся. Друзья, до новых увлекательных встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!